Боевики 14 раз обстреливали позицию в УСУ. Один военнослужащий получил ранение, сообщает в штабе ОТОМ. Под огнем пророссийских наемников и пригород Авдеевки. Там минометным огнем накрыли частный сектор. Один из местных жителей получил осколочное ранение. Бои же вокруг Авдеевки с каждым днем все более ужесточаются. Подробнее с линии огня Станислав Кухарчук. Пользуясь затишьем, Наталья Николаевна решила заняться огородом. Но жалуются, перед прополкой по участку нужно пройтись с металлоискателем. Земля в Старой Авдеевке усеяна осколками вражеских снарядов. Перед перемирием пенсионерка, спасаясь от обстрелов боевиков, неделю гостила у брата. В город вернулась только позавчера. Говорит, с тех пор ничего так и не изменилось. А упало в конце этой улицы. Четыре мины, выпущенные наемниками, попали в частный сектор. Две из них разорвались во дворе Юрия. Он как раз был на улице. Получил легкое осколочное ранение. Радуется, что родные не пострадали. Да как сказать? Всего бывает. Ну, одна дворомка, вторая. Его соседям тоже не повезло. Одна из вражеских мин разорвалась в сарае. Взрывной волной в доме выбило все стекла. Но похоже, что и сегодняшний день не принесет Авдеевке долгожданного затишья. Бои возле города идут круглосуточно. Взрывы на передовой слышны даже в центре города. Несмотря на первоапрельские договоренности, наемники продолжают накрывать защитников Авдеевки огнем из танков, артиллерии и минометов. Позиции наших военных уже давно вынесены за пределы города на несколько километров. Но боевики бьют и по пригороду. Услышав очередные выстрелы, Павел садится за пулемет. В любую секунду здесь может снова начаться ожесточенный бой. С этих позиций до оккупированного Донецка чуть более километра. Руины бывшего аэропорта наемники превратили в монолитный укрепрайон. Освобождать украинский город Николай пошел еще в 2014-м добровольцем. Говорит, за три года, хотя и устал от войны, но сил еще хватит. Ее закончить победой. Тут рядом все. Идем дальше набагато. Доломать и треба. Если начали, то нужно закинчивать. А вот наемники заканчивать ее, похоже, не собираются. К 7 часам вечера в штабе АТО уже зафиксировали более двух десятков вражеских обстрелов. Один украинский военный ранен. Данил Снисер, Станислав Кухарчук, Вадим Ревун. Подробности телеканал Интер из Донецкой области. Данил Снисер, Станислав Кухарчук, Вадим Ревун. Продолжение следует. Продолжение следует...